Здравствуйте! Здравствуйте! Вы на канале Лес Дачи Жизнь. Меня зовут Нина Николаевна. У нас сейчас холодно. Апрель. В флисовой бобке стою. И буду заниматься кремом. У меня на канале есть, как я делала мазь из чистотела. И на эту зиму я делала мазь специально в нос, потому что зима, на улицу сходишь и сразу сушит состояние такое, знаете, простудное. Я сделала мазь из шалфея. Чуть-чуть его сделала. Мне как раз хватило на зиму. Вот сейчас использую вот эту баночку из-под неё. Очень довольна этой мазью была. Она меня всю зиму так выручала. А сейчас я хочу сделать... Ой, ой, ой. Вот видите, как. Ну, придётся по-новому переливать. Приготовила была кружку. Придётся её использовать. Вот, как хочешь, так и делай. А это я хочу сделать крем. Я записывала видео, что шлёмник байкальский, шаломница, шлёмник, очень-очень хороший корень. Я за него, честно говоря, раньше не знала, хотя я интересуюсь травами. Но он как-то не очень-то распространён. Ну, по крайней мере, для нас. Ой, всё равно... Видите, он настолько измельчён, что... Ну, ничего страшного. Два слоя марли. Всё равно проходит. Я не показывала, как я... Это оливковое масло. И я на водяной бане. Я загружу под этим видео видео чистотела. Там хорошие очень пропорции, но там я брала воск. А здесь я не хочу воск делать. Просто так, видео такое, знаете, рассказываю, делюсь. Кто захочет, посмотрит, как я делала с чистотела. Там я же говорю, просто идеальные пропорции по консистенции. Всё рассказываю. Мазь будет у меня... Сейчас покажу, с чего. Ну, это понятно. На оливковом масле я на водяной бане делала соломницу. Она, видите, так хорошо размельчённая. Я немножко оставила специально для этого. А так я залила водкой. Ну, 70-ти процентной. Воск не буду брать. Брать... Ой, ещё у меня здесь есть. Не посмотрела. А возьму... Сейчас покажу, что. Там я смотрела... Как-то YouTube предложил вот этого... он всё рекламирует кето-диету. Как это он тут этот... Американский блогер, слушайте. Вылетела с головы. Несерьёзное видео у меня. Видите, какое. Не подготовилась. И он сказал, что самый лучший крем это говяжий жир. Ну, а мне же всё интересно. Вот я пошла и купила телячьего жира. Перетопила его. И вот у меня в баночке. Но... Ну, же знаете, что телячий и говяжий и бараньий жир он, когда застывает, он ну, настолько становится прямо как воск. И его... Вот я здесь пыталась вдолбать. Целая проблема. Я решила себе вместо воска вот этот говяжий ну, это у меня телячий жир. И сделать с него себе крем. Вот интересно, что получится из шаломницы. То есть оливковое масло консистенцию разбавит и будет не такой плотный. Так, надо ещё чем-то руки вытереть. то есть сейчас я разбавлю на водяной бане, потому что, ну, её просто вот прям просто, видите, как воск. И тогда получается, что этот жир он очень хорошо для кожи. Просто идеально, как-то там человеческой коже подходит. А я усовершенствую, сделаю ещё, чтобы он, консистенция его была более удобна и более лечебной. То есть шеломница, она там и морщины разглаживает, и воспаление, и то есть получается очень полезно. Женщины ходят, покупают крем за сумасшедшие деньги. Местопользы, я считаю, вред. Я в своей жизни, кроме детского крема, ну, как я говорила, когда-то в молодости покупала ещё пару раз какие-то кремы, сейчас я не помню, мне так не понравилось это всё. Я прожила, как говорится, все свои года и сэкономила деньги. Вот в случае необходимости у меня был детский крем, это максимум, что я считаю, что очень правильно делала, меньше всего навредила коже. Там столько всякой хемии, столько всякой гадости, что лучше я думаю не будет. Я считаю, что у меня для моего возраста хорошая кожа. Так, что-то надо. Ну, такой смысл. Здесь пропорции не показываю, потому что, честно говоря, сама толком не знаю. Это так, знаете, показываю, чем я занимаюсь, когда на улице дождь и холодно. Посмотрю, самое интересно. Сейчас на водяную баню это все поставлю. Ну, а потом покажу и расскажу. Ну, пока все. Спачкала руки. Ну, вот, на водяной бане все растворилось. так. Опа. Разорью в эти же баночки. И получится у меня на лето вот такой крем. Посмотрю, какой консистенции. но если кто хочет, конечно, посмотрите восковой на воске. У меня есть воск, не знаю, где он сейчас лежит, но я решила вот так сделать. Сейчас где-то вот, видите, воск есть, но специально хочу на этом жире сделать эксперимент. Раз сам жир такой полезный говяжий для кожи человеческой, то я считаю, что это будет лучше. Видео будет загружено, два видео, как я делаю себе мази. Видите, баночка даже подписана была. И в любом случае я считаю, что здесь все натуральное. и это не та химия, которую люди покупают за баснословные деньги. И кроме пользы верида никакого не будет. Этот шлемник байкальский шаломница это очень полезный корень. Я сейчас его уже две недели утром вечером на стойку принимаю и очень довольна. Но обострение обострение. И так не забывайте, если кто не в курсе, что если женщины используют крема, поры расширяются и все остальное. А здесь все натуральное. И когда есть необходимость, а сейчас солнце, ветер на даче будет. Вот буду так использовать. Ну потом посмотрю, покажу еще, какая получилась консистенция. Ну по мази с чистотелом там идеальная консистенция. Поэтому можно будет, если что, просто говяжий жир то количество брать, сколько я там указываю. Ну пока все. Ну застыла. Консистенция нормальная, я считаю. так что такой крем мазь вполне и просто как крем для кожи и для массажа. Так что трава хорошая, в холодильник и все отлично. противовоспалительная, поэтому если какие-то проблемы с кожей и морщинки будет разглаживать, так что пробуйте, делайте. До свидания, всего всем хорошего. До